Всем привет! Это Сафронов, а это посылка со всякими штуковинами интересными. В общем, много интересных игрушек, все они будут на канале. Пишите в комментариях, на какие вы хотите быстрее увидеть обзоры, сейчас мы посмотрим всё-всё-всё, что пришло. Много новинок и просто крутых вещей. Но перед этим небольшая информация для вас. Откуда же эта посылка? Это посылка из Штатов. Доставили её при помощи сервиса почтой.ком. В США многие товары стоят дешевле, чем у нас, а уже тут накручивают ценник какие-то продавцы в 2, а то и в 4 раза. А некоторые товары так вообще у нас не продаются. Я считаю, что это несправедливость. В основном американские магазины наотрез отказываются доставлять в Россию, но, как вы видите, выход есть, ведь эта посылка ко мне пришла прямо из США. И на ней я сэкономил 20 тысяч рублей с учётом доставки. 20 тысяч рублей, Карл! В описании к этому видео есть ссылка на сервис почты.ком. Регистрируйтесь там, получайте адрес и заказывайте на этот адрес в США любые товары из любых магазинов. Одежда, детские вещи, косметика, гаджеты, айфоны, телефоны, обувь. Всё, что угодно из разных магазинов на один адрес. Почты.ком собирают всё в одну посылку и доставляют прямо к вам. Переходите по ссылке, разберётся любой. Всё понятно и просто. Поддержите мой канал, переходите по ссылке в описании, регистрируйтесь и смотрите, что там по ценам. А сейчас там ещё и акция проходит и за 11 долларов всего можно доставку сделать. Так что переходите по ссылке. Вот такой сервис почты.ком. Пользуйтесь, на здоровье экономьте и заказывайте эксклюзивы. Ну а мы начинаем. Давайте посмотрим, что же мне пришло. Итак, для начала, хэтчемалс. Да, у меня нету, к сожалению, оригинального хэтчемалса. Я брал тогда только на обзор той ру. У меня был поддельный хэтчемалс, а вот это настоящий, но это не просто хэтчемалс. У меня такого и на обзоре-то не было, это близнецы. А знаете, сколько стоила этот набор, точнее, ну вот эта игрушка? Она стоила по акции 40 долларов. Ищите товары по акциям. Реально. Сколько она стоит? Я смотрел, около 7 тысяч рублей за 40. За 40 взял. Ищите акции, это полезно. Следующая штука интересная. Вот такая кукла. Я увидел в обзоре у Берсика анонс на эти куклы, что вот они такие появились. Типа тоже сюрпризные куклы. Интересно распаковать, посмотреть, что внутри, какие аксессуары. У нас должны, наверное, они появиться. Но там была цена небольшая и уже в наличии были они. Так что мне вот это все очень быстро пришло. И я, как бы, сейчас уже сделаю обзор, распаковку. Такая же концепция, как у Лол. То есть кукла внутри, всякие аксессуары с сюрпризом. Но только здесь коробка так красиво открывается. А кукла здесь побольше и с настоящими, как бы, волосами. Ну, надеюсь, не с настоящими прям, но, в общем, с волосами. Во! Вот что возьму, сейчас покажу вам. Это 5 сюрпризов. Мы увидели уже в обзоре у меня на канале 5 сюрпризов. Но только у нас они стоили 890 рублей. А в штатах они по 10 долларов или по 11 вот за 2. Были вот такие вот наборчики по 2 шарика. Для мальчиков я уже делал. Ну, и сделал еще обзор, потому что тут могут быть другие игрушки. А для девочек вот просили я в комментах и сделаю скоро. Поэтому обзор. Ага. Вот это еще многие тоже спрашивали. У меня тоже на канале не было. И вы знаете, я взял такой гигантский шар. Это пимки... Как он называется? Пик-ми... Пик-ми-попс. Пик-ми-попс как бы игрушка в леденце. То есть, вот помните, лол я поддельный показывал, который под эти игрушки подделывались. Пик-ми-попс. У меня оригинала не было. Я решил взять такой большой, потому что по цене, как у нас продается маленький, там можно вот такой здоровый купить. Посмотрим, что в обзоре, опять же. Там игрушки, сюрпризы всякие. Вот пик-ми-попс. У меня еще есть кое-какой вариант там. Попозже покажу. А, куда это все ставить? Куда это все ставить? Вот так пока как-нибудь. А вот это... Ну, вы видели. Если смотрите мой канал, то уже вышел обзор на вот этих вот котяток. Это Lost Kitties. Я забыл, что я заказал тоже там. Там это было выгоднее. И я решил взять вот такой набор. Тем более, у нас таких еще пока не видел на момент заказа. Но сейчас есть, но там все равно стоит подешевле. В общем, вот как я и говорил. Посмотрим, сравним. Опять же, такая же в Штатах продается комплектация. Все так же, как у нас или нет. Обязательно проверим, почему бы и нет. Дальше давайте не про игрушки немного. Вы же знаете, у меня есть моя любимая жена Таня. И для нее вот такой вот жилет. Ральф Лорен. Я, правда, его распаковал, уже посмотрел, что все с ним нормально, все отлично. В общем, это самая дорогая штука в наборе. И это к тому, что нас накручивают, как сейчас вы поймете. Этот жилет стоил фирменный, какой-то брендовый. Он стоил 130 долларов. Дорого вроде как. Но знаете, сколько стоят такие жилеты у нас? От 15 до 20 тысяч рублей. В общем, ну, я в этом не очень разбираюсь. Но ей захотелось, ей нравится такое. Решил заказать. И, надеюсь, довольна. Все, дальше опять будут только игрушки. Давайте посмотрим, что же еще есть. Ага, вот это интересная тоже штука. Да? Сейчас я покажу. Вопрос. Так, все нету. Идет. Вот такая огромная тяжеленная штука. Это реальный работающий приятель называется. Ну, вот так. Real Works Buddies. Мистер Dusty его зовут. Это грузовик, который собирает всякие игрушки по полу. Детали там, лего и так далее. Он разговаривает. У него там есть какие-то механизмы и так далее. У меня сын увидел его, захотел, запросил такой. Но в ту иру, я посмотрел, он стоил 5 тысяч рублей. Так, не обращайте внимания. У меня тут немного стол упал от этого всего. Так вот, такая штуковина стоила 25 долларов. Тогда как у нас он стоил 5 тысяч рублей. Но за 5 тысяч рублей он такое себе, конечно, развлечение. Но за 25 долларов вполне себе можно себе позволить. Ну, тем более, как бы он прикольный. Он, может быть, не такой функциональный, как о нем говорят. Но это мы увидим в обзоре. Посмотрим. Так что обзор на этого парня тоже будет. Так, сюда его тоже поставим. Куда-нибудь или вот сюда. Сейчас. Куда? Стол. Большой стол купил. Так. Правда, меня уже почти не видно. Надеюсь, вы разглядите меня. Я вот он. И вот такая штуковина. Эксперименты. Эксперименты. Я не посмотрел на габариты. Я думал, это маленькая вещь, потому что она стоила недорого. Что за эксперименты, разберемся в обзоре. В общем, это эксперименты с монстриками там какими-то. Вроде тоже посмотрел. Примитивная простая вещичка для маленьких детей. Но это очень выглядит забавно. Там шарики, шипучки, бомбочки. Все это бурлит. В общем, взял такую штуковину. Еще там где-то для него дополнительные наборы были. Ну, ладно. Так, с экспериментами понятно. Что еще? А, еще один Hatchimals. Представляете? О, это эксклюзив. Такого у нас я не видел. Нигде не гуглится. Я нигде не видел в продаже. Если вы обратите внимание, это называется Hatchimals Mystery. Здесь на упаковке не изображен, какой внутри будет вот этот вот персонаж. Как он будет выглядеть. У него дополнительно в этой серии какие-то слова, там, звуки и всякое такое. У него какая-то необычная, совершенно волшебная шерстка его. И как он будет выглядеть, загадка. Ну, конечно, уже есть сейчас какие-то ролики, но их так мало. И считайте, это эксклюзивные вещи. В общем, мне интересно сравнить. Как бы, это практически как оригинальный Hatchimals, только немного круче. Вот. Это к слову об эксклюзивах. Если у вас, у ваших друзей, у ваших детей, у каких-нибудь знакомых есть Hatchimals, то вот такого точно, скорее всего, нет. Точно, скорее всего, великий словарь товарища Сафронова. Записывайте. Что это? А это робот, Ready to Robot называется. Это как бы лол, нормальный лол для мальчиков. То есть здесь роботы, здесь тоже сюрпризы. Они по частям, эти роботы в разных частях этих коробок. Но, да, возможно, вы видели ролик, по-моему, у Бойко, у Алекса там, или у кого-то еще был. Но я, вы знаете, у меня мои зрители такие умненькие, как бы, и для них нужен нормальный обзор с рассуждением, с мнением и так далее. Поэтому я решил сделать сам свой. И что мне попадется, опять же, не факт, что то же самое, что там у него было. Так что я взял на обзор. Плюс у нас они не продаются. Ну, а там они и стоят недорого. О, не знаю, почему-то меня забавляет эта туалетная тема. Вот такой вот, вот такой грузовичок. Грузовичок с вантусами и туалетом. Это Flash Force. Я делал обзор на единичные наборы. Сделал его немножко неправильно. Там в итоге мне рассказали, как надо было его вскрывать. Я взял вот такой и взял вот такой набор еще к нему. Там они в комплекте тоже по скидону шли, подешевле получалось. И, в общем, обзор сделаем и на это, и на это. Вот, опять же, скорость обзора зависит от вашего желания. В комментариях. В комментариях. Вот это, кстати, для экспериментов дополнительные шарики. Ну, есть один лайфхак. В обзоре расскажу, что, несмотря на то, что они у нас не продаются, эксперименты можно будет продолжать делать. Тоже расскажу как. Так, а вот это Pinky Pops только хлопушки. Таких штук я тоже у нас не видел. Там они тоже шли дешево. По скидке два. Там, что же, по цене одного. И сами они тоже дешевле. В общем, это хлопушки. Посмотрим. У меня был недавно обзор на хлопушку за полторы тысячи рублей, которая была так себе. Ну и посмотрим, вот эта хлопушка с сюрпризом. Будут ли они клевые или как вообще они себя представляют, тоже в ролике узнаем. Ну и скоро-скоро наверняка они у нас тоже появятся, если уже к моменту не появились. Но у нас, понимаете, накручен будет ценник. Ну и под финал, но еще не совсем, вот такой вот монстрик. Я уже не могу. Такой вот монстрик с языком. Его тянешь за этот язык. Он всякие звуки издает прикольные. Ну, в общем, такой монстрик в коробке, хулиганистый. И это для примера, потому что этот маленький, а вот это, а вот это здесь секретный большой монстр. Он интерактивный, у него там всякие функции, он большой, он огромный. В общем, он сюрприз. Пусть сюрпризом будет и для меня пока тоже. Вот. Какой-то вот такой вот монстр крутейший. Такая посылка у меня получилась. Все вот эти товары, они из США. Я вам говорил, что я сэкономил на них приличную сумму, на которой можно купить еще игрушек или что-нибудь другое. Все это просто делается. А скорость доставки клевая. Мне говорят, за 8 дней пришло. Но это все. Это супербыстро. Это супербыстро. Мне понравилось. Вот. Огонь. И плюс сама упаковка. Здесь видите, сколько всяких защитных элементов, пакетов, которые это все закрывали, перекрывали и не давали посылке внутри испортиться. Вот. На этом, пожалуй, все. Ждите обзоров. Переходите на сайт почты.ком. Заказывайте из США и экономьте. И пишите в комментариях, на что же быстрее сделать обзор. Ну, а я с вами прощаюсь. Лайки, подписки. Все это не забываем. Давайте для превью. Я в шоке от этих игрушек. Как-нибудь так. Я не знаю, что это такое. Надо для превью. Откуда, откуда это все? О, так. А так надо делать превью. Как-то так. На этом все. Пока, друзья. Все, до новых встреч. До скорых обзоров. Субтитры сделал DimaTorzok